Здаров, народ! На этот раз советовать игры буду не я. Искусственному интеллекту больше не нужен кожаный мешок вроде меня. Поэтому сегодня 10 игр, которые рекомендуют Google Play. Смотреть строго до конца. Агент, а где годные игры? Если вам заходят реально годные игры, то я рад посоветовать многопользовательскую стратегию Lords Hooray, где бои проходят в формате стенка на стенку. Цель игры – разрушить башню противника и защитить свою. Раунды здесь длятся не более трёх минут и могут быть запущены в любой момент, в реальном времени. Казуальненько? В Lords of Hooray 100 персонажей и 5 раз. Естественно, каждый обладает своими особенностями, плюсами и минусами. А чтобы пройти 2000 уровней, да ещё и в разных локациях, понадобится не одна пандемия. Обучение я прошёл минут за 5, всё просто и понятно. Но дальше остаётся пенять на собственные руки и знания. За каждую победу даётся опыт, монеты и драгоценные камни. За них можно укомплектовывать самых эффективных юнитов. В общем, всё это приходит с опытом, но чтобы его набраться, нужно 100% установить Lords Hooray по ссылке в описании. Спасибо! Наверное, я стал отставать от жизни, потому что ни разу не играл в Roblox. Хотя был в курсе, что это очень популярная тема. Здесь каждый зарегистрированный геймер может создать свой собственный трёхмерный игровой мир, без каких-либо ограничений в плане жанров, механик или реализации. В Roblox уже более двух миллионов авторов, которые приглашают в свои творения. Но мне кажется, сделать своё куда интереснее. Создать на свой вкус персонажей, локации, парки и так далее. Roblox идёт не только на андроид-устройствах, это кроссплатформенная игра, поэтому почти каждый может стать тиммейтом или противником. В общем, отличная рекомендация Google. Интересный факт. Это видео все досмотрели до конца. Очень надеюсь, этот коммент будет пророческий. Кто не досмотрит, получит двойку в пятницу. Два! Вторая часть Earn to Die стала ещё одной рекомендацией от Google Play. Наверняка этому послужили более двухсот миллионов игроков, и при этом шикарная оценка почти четыре с половиной звезды. Суть такая. Кровожадные мертвецы хотят вас сожрать, плюс ещё и воняют, но есть отличная возможность избежать этого. Old Spice, здесь могла бы быть ваша реклама. А пока герою приходится убегать на корабль, до которого ещё надо добраться. Для этого у вас есть потрёпанная вишнёвая семёрка. Вишнёвая семёрка, неоновые фары на стёклах тонировка, вишнёвая семёрка. По сравнению с первой частью, каждый уровень теперь можно пройти несколькими путями. Плюс добавлена реалистичная физика разрушений машины и возможности её апгрейда в виде оружия и прочего стаффа. Агент 3310 сам хочет поскорее нам показать своё лицо. Как только миллион подписчиков, так сразу. Для этого жмём кнопку подписаться, при том все. Пишите кнопку! Пишите кнопку! Я когда-то делал отдельное видео про стикманов. Так вот, Stick War Legacy заняла там первое место. Быстренько перехожу к сути. У каждого из соперников на другом конце карты будет статуя, которую надо разрушить. Но для этого понадобится армия. Тут-то вам и понадобятся ресурсы. Нанимаем рудокопов и отправляем их на добычу золота. Дальше есть несколько вариантов развития событий. Нужно больше золота. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Первый самый приятный. Армия атакует, рудокопы работают. Второй такой же. Только армия обороняется. И только в третьем варианте работяги-рудокопы могут отдохнуть и спрятаться, пока лучники отбивают атаки. Графика тоже не подкачала. Я всегда говорил, что мне такая очень доставляет. Но тут и геймплей не отстаёт. В этом случае рекомендует не только гугл, но и агент. Он следит за нами. Чуваки, смотрим его видео, иначе он нас найдёт. А ты думал, я просто так прошу комменты писать? Через них по айпишнику вычислять две секи. Как они тебя вычислили? По айпи. Я, конечно, понимаю, что проще всего было добавить сюда Майнкрафт и потирать руки. Но, во-первых, за него ещё денег попросят немало. Так ещё и все в курсе, что это такое. Но у меня в рекомендациях часто мелькал Локи Крафт. Это ещё одна пиксельная аркада-песочница, только бесплатная. Здесь можно исследовать мир, крафтить предметы, строить и пытаться выживать. Построить себе хибару, чтобы в ней спрятаться от зомби и пауков. А потом заняться делом. Добыча полезных ресурсов, железо, дерево, камень и даже шкуры. Девчонки, вы откуда? Но для этого вам не придётся устанавливать Тиндер. Плюс огромное преимущество Локи Крафт, что она идёт без интернета. Агент, если бы Play Market и App Store не было, то и твоего канала тоже. В таком мире остаётся только делать обзоры шавермы. Одна из самых простых и при этом топовых игр 2019 года. Мистер Пуля. Висела в топе Google Play дольше, чем я реально учился в универе. Извините, можно лабораторную сдать? Очень, блин, смешно. Работает по принципу бильярда, но с небольшим отличием. С помощью рикошетов, перебивочек и различных предметов вам надо будет уничтожать противников. Желательно это сделать за один выстрел, но всё зависит от левела. Их здесь не то что много. Наверное, целый ахулиар-то ещё немножко. По классике первые уровни проще паренной репы, но потом начнётся сначала веселье, потом нервотрёпка и закончится всё подгорающим пердаком. Но вам это понравится. Поверьте, идёт Мистер Пуля на любых девайсах и вроде даже без интернета. Агент, как ты, мусач? Не перестаёт пробивать очередное дно. Санитары уже выехали. Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете? Если честно, я не понял, что в топе рекомендаций делает Traffic Racer. Я тоже ничего не понял. Однако у него четверть миллиарда загрузок и оценка больше 4,5 звёзд. С виду это обычные аркадные гонки, где дают очки за лучшее прохождение трассы. Их можно тратить на улучшение своего авто или покупку нового. Бонусы тоже вполне привычные. Обгоняешь двух игроков на скорости больше 100 километров, получаешь дополнительную награду. Графика на уровне 2011 года, но приятная. Моё заключение такое. Вопросов к Traffic Racer нет. При этом геймдизайнеры настроили все параметры так, что игрок забывает о времени и получает удовольствие. Другого объяснения у меня нет. Да и кто я такой, чтобы спорить с искусственным интеллектом Гугла и четвертью миллиарда людей? Ладно, подпишусь снова, только можно в видосик. Все, кто подпишется, рано или поздно попадёт в видос. У меня сложилось ощущение, что Dark Riddle – это игра про меня. Сценарий следующий. Главный герой переезжает в новый дом и со временем замечает странное поведение своего соседа. Сосед. Он редко выходит из дома, откуда часто слышны странные звуки. Плюс однажды герой видит, как сосед тащит из дома какой-то большой тёмный мешок. Под такое описание прекрасно подхожу я. Сижу дома, играю в игры, ору с мемов и раз в неделю выношу кучу мусора. Но в Dark Riddle дело в другом. Вам это и предстоит выяснить. Пробраться в дом соседа и вывести его на чистую воду. Помешать могут видеокамеры, закрытые окна, двери и чрезмерная осторожность соседа. В общем, разберётесь. Игра однозначно топовая, хоть и клон Hello Neighbor. Агент, два года тебя смотрю. Как ты мог подумать, что я отпишусь? Я записываю этот ролик во второй день рождения канала, так что ты не мог меня смотреть столько. Но всё равно спасибо. Почти 100 миллионов игроков и немного странная идея у зомби-кетчерс. Начало стандартное. Постапокалиптический мир, зомби и два межгалактических бизнесмена. Если я буду руками работать, у меня будет появляться арабское мышление и всё. И бизнесмен с меня уже никакой. Однако дальше начинаются странности. Вашей задачей будет отлавливать зомбарей с помощью маленького зелёного пришельца, приманки и гарпуна. Как только пойманных зомбаков будет необходимое количество, из них надо сделать смузи и продать за деньги. Прибыль можно потратить на обновление оборудования, оружия и приманки. Именно эта идея зашла людям, и я не исключение. Графика более чем привлекательная, поэтому однозначно качаем. Да, Ютуб рекомендовать вообще перестал. Даже в подписках нет, видео от тебя. Вот пару дней назад стал ежедневно чекать канал через поиск. У кого такая же тема, попробуйте переподписаться и лайки ставить почаще. С такими темпами стикмены захватят всё. Две штуки в этом топе. Я ещё специально их ограничил. На второе место решил поставить не отдельную игру, а сборник. Здесь вам и танки, гонки, футбол, морской бой, файтинги стикменов и ещё куча других вариантов для развлечения. Но изюминка в том, что до четырёх человек может юзать один девайс и играть вместе. Для таких извращений желательно использовать планшет и поджопники в качестве поддержки азарта и соревновательного духа. Все мини-игры идут без интернета. На случай ядерной заварушки берите с собой стикмен-пати и про дам не забывайте. А то подписчики закончатся. Интересный факт. Я никогда не отписывался, но в видосы не попадал. Ну ты вообще красавчик. Надо поощрять. А сейчас можете начинать писаться кипятком-поляшком. Наверное, самая популярная стратегия в мире от финских разработчиков Supercell. Кто ещё не в курсе, Clash Royale – это многопользовательская стратегия, где игровое поле разделено на две половины. С каждой стороны сидит король в замке. И есть защищающие башни. Ваша задача – использовать колоду карт так, чтобы атаковать противника, и при этом защитить собственный замок. Карты можно собирать и улучшать, открывать юнитов и использовать магию. В общем, делайте всё, чтобы победить. Для достижения всех нюансов придётся потратить не один день, и даже неделю. Но Clash Royale того стоит. Однозначное первое место. А вам спасибо за просмотр. Всем ББ!